Музыка У кого вообще возникла инициатива проведения этих мероприятий и вообще такого дня? Это фирма Белсона медицинский центр. Я с ними общаюсь, с главным. Он меня пригласил, давно приглашал сюда и возникла идея провести здесь мастер-класс. Я, в принципе, везде, где они бывают, я семинары провожу с тренерами и мастер-класс провожу. Поэтому я приехал и всегда с удовольствием это делаю. Здесь тоже провел семинар с тренерами детской спортивной школы и провел мастер-класс, показал те упражнения, которые способствуют обучению футболистов. И как Вы считаете, можно ли, скажем, даже в рамках нашего футбольного клуба, в рамках нашего города внедрить последние методики? Если тренера поймут и будут правильно работать, конечно. Потому что я сейчас поработал, думаю, что все год они должны быть уже обучены, но еще они пока очень... Ну, хотя обучаем, вот я им дал упражнения, они вначале не получают, а потом начало получаться. Потому что ребенок, он обучаемый, быстро схватывающий, поэтому с ним просто надо правильно работать. У Вас сейчас, наверное, ну, насколько я понял, в карьере небольшой перерыв, да, в карьере футболистской? Ну, у меня перерыва нет, у нас детско-спортивная школа, поэтому всегда переработал. Детско-спортивная футболистская? Нет, нет, у нас отдельная частная школа, потому что сейчас и академию открыли, у нас много ребят из Питера, из других регионов. Вот, проводим проект спортрота, называется, спорт романсов и Тарханова, где мы с лета начнем приглашать команды, индивидуальных ребят из разных регионов и проводить процесс обучения. У российских тренеров сейчас стало популярным ездить, работать в ближайшие республики, да, Казахстан, Азербайджан и в том числе Беларусь, да? Нашу страну вы не рассматриваете в таком контексте? Ну, пока я не рассматриваю, потому что нет предложения, не хочу разговаривать. Продолжение следует... От лица медицинского центра Белсона хотел бы выразить огромную признательность и благодарность футбольному клубу «Гомель» и руководству за то, что мы доставили интереснейшую для нас возможность нам, медицинским работникам, людям, скажем так, неспортивной сферы деятельности, попробовать себя в команде ветеранов, против команды ветеранов поиграть. Ну, справедливости ради нужно, конечно, сказать, что за нас будет играть Тарханов Александр Федорович, который приехал несколько дней назад в город «Гомель», дабы пройти медицинское обследование в нашем центре, что сделал, в принципе, успешно. Вот, сегодня провел прекрасно несколько часов в вашем клубе, в клубе «Гомель», где проводил теоретические занятия, на данный момент проводят практически. Надеюсь, это всем принесет некую пользу, некий интерес, возбудит интерес у молодежи к футболу, к футбольному клубу. И, в принципе, поможет нам всем, скажем так, видеть в спорте нечто интересное, нечто творческое, нечто благое. Поэтому давайте посмотрим, как сегодня пройдет матч. Сегодня мы играем в товарищеский матч, повторюсь, в футбольный клуб. Ветераны футбольного клуба «Гомель» будут возить по этому прекрасному газону футбольную сборную Белсона, где играют и врачи, ну и так люди, которые тоже имеют отношение. Я, как директор, попытаюсь тоже что-то попасть пару раз по мячу. Будем надеяться. Да, кстати, да, за нас играет Макс Лоренс, который дружественен нашей компании, компании Белсона, нашему медицинскому центру. Ну вот он выставил свою кандидатуру, посмотрим, как пройдет игра. Так что всем нам удачи, увидимся на поле. С тобой мы объехали пол света, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай перетохнем перед игрой. Тебе судьбу мою решить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой не решить. Команда молодости нашей, команда, без которой не решить. Команда молодости нашей, команда, без которой не решить. Трава на стадионах силенеет, а мудрость, словно осень настаёт. Друг другу мы становимся вешенее, когда борьба, все ярость не идёт. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда без которой мне не жить.